Доброго вечера, друзья! 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 Верно! Доброго вечера, друзья! Доброго вечера, друзья! Доброго вечера! и у нас, потому что мы туда приезжали как волонтеры. Еще пару слов, чего я до вас хочу обратиться. То, что мы делаем, это даёт результат, но не тот, который нам всем необходим. Поэтому я обратился к всех вас, чтобы быть более активными в социальных сетях, потому что именно те люди, которые видели то, что мы делали начиная с 20 лютого в социальных сетях, поддерживали нас на 95%. Теперь что надо делать дальше? Вы пишите нам, не раскрывайте свои планы, будьте хитрыми, будьте обережными. Наши планы очень простые. Мы должны собраться в один день у Киева, возможно, кто-то и в своих областных центрах. Но для того, чтобы нас было много, вы уже сегодня должны делать то же самое, что мы делаем. Шукайте людей, которые на протязи этих последних четырех лет боролися с коррупцией, боролися с фавильям влади. Вы их знаете, мы их не знаем, они живут в ваших населениях пунктах, в ваших местах. Они есть. Я знаю, что много между вас людей, которые работают за кордоном и не имеют возможности быть здесь, на месте, присутствующими. Но обратитеся к людей, которых вы знаете, которым не байдужит все, что происходит в стране. Нехай они долучаются до этой борьбы. Потому что вы будете решать в тот момент, когда, ну, я верю, что мы победим, потому что победить, чтобы вы просто переговорить эту владу просто пойти в язницу, я очень в это верю и сподіваюся, что именно так оно и будет. После этого нужно сделать все, чтобы олигархичная система не подсунула нам других, таких же самых злочинцев, новых. Поэтому вы будете просто змушены на местах брать на себя так же ответственность за будущее. Поэтому шукайте людей, звоните им, долучайте их до группы «Тячевские повстанцы», заходьте до нас на страницу. Я мав возможность недавно пересвідчитися в том, чтобы много людей видели там одно або два видео. И я думаю, что для них было бы важно, чтобы они спросили, ну, а кто это, а что эти хлопцы делали, а что это все началося. Чтобы они видели все эти видео с самого начала. Поэтому, чтобы вы увеличили эти видео, рассказывайте людям, если вы нам верите, кто мы. Вова, ну, добре. Мы вышли не только что рассказать вам, еще раз повторюсь, что мы делаем, потому что мы делаем свою работу. Не думайте, что каждый день будет какие-то там такие действия, что будет, что вам показать. Но, если вы делаете, что вы делаете, что вы делаете в регионах, в областях, в районных центрах, гуртуйтеся. И готовимся до решения. О, еще Дмитро, наш товарищ, скажет вам несколько слов. Добрый вечер, друзья, смотрите, хочу вам просто сказать, чтобы вы понимали, потому что смотрят в коментариях, пишут люди, что вы думаете про конгресс, что вы думаете, что достаточно эфиров, нужно уже что-то делать. Друзья, я вам просто объясню, какая наша позиция. Мы в Киеве говорили, знали правду, знали Бог, чтобы вы понимали, что человек, каждая людина из нас, это очень простая истота, которую создавал Бог. Она сама по себе может иметь какую-то силу, может не иметь силу. И не каждый готов кудись пойти. Я вам объясню, как. Почему мы говорим, знали правду, знали Бог? Потому что только Бог может помогать людям принять такое решение, идти и делать хорошие дела и почувствовать великую силу. Я вам расскажу про историю, когда мы ехали в Киев. Я всю дорогу молился, ничего не ехал и не пил. И мы очень большую силу имели. Даже были такие случаи, когда Беркут вернулся назад, и там есть видео, когда Беркут отшел от нас, давши задний хит, потому что они понимали, что против людей не нужно им идти. Когда нас остановила полиция, я также на видео показал икону, и работники полиции начали хреститься. Это честная правда. И я вам просто говорю, люди, поверьте, смотрите, не так просто все делается. Мы прекрасно понимали, когда мы были в Киеве, что они все понимают, они все знают вперед, все кроки. Сколько людей прийдет, как будет, что из этого выйдет. Нам было все это известно, но смотрите, я за себя говорю, мы православные, верим в Бога и надеемся, что Бог нам поможет принять правильное решение и победа будет за нами. Это очень сложно, потому что против нас целая машина, целая система. Мы это прекрасно понимаем. Среди нас нет абсолютно каких-то фантазеров, что это так просто будет. Нет, это будет очень сложно. Но за нас много людей молятся. Молятся наши родители, наши дети. Чтобы вы понимали, какая история. Когда за тобой стоят твои дети и твои родители, то у тебя даже нет страха, ни уявы, что дать какой-то задний ход. Потому что у тебя такая сила и нет абсолютно никакого страха, только вперед и только победа. Почему так? Потому что в нашей стране на сегодняшний день нет абсолютно никакого будущего. Абсолютно никакого. Нам дяди и батьки залишили заводы, дороги. Все было супер, все классно. Нужно было только сберегать и развиваться. Но, на жаль, от нас все все произошло. И мы теперь в таком состоянии, что люди, наши заработки, не мают куда вернуться. Они надеются, они мают желание вернуться когда-то на батьковщину. Но прекрасно понимают, что того скоро еще не будет. И даже наши дети уже прекрасно понимают, что нужно собирать деньги и выезжать из этой страны. Друзья, мы это все прекрасно понимаем. Люди старшего века, люди среднего века, даже молодь. Просто объединяйтесь к купе, делаем одну справу. С нами правда, с нами Бог, мы победим. Дайву Ваню, доброй ночи. Добрый день. Я еще пару слов. А, Вова, да? Друзья, я вам хочу еще добавить, добрый вечер всем. Я вам хочу добавить и сказать, что всем украинцам, что мы, все все хлопцы, что тут находятся, мы не отступим. Я хочу попросить вас, чтобы вы взяли на себя так же ответственность, которую взяли на себя мы 20 числа того месяца. И действительно гуртировались для того, чтобы перемогли. Перемогли и с этим злим ворогом, который не дает жить ни вам, ни нам, ни старым людям немощным, ни дитям, всем всем, что мы говорим. Я прошу вас, закликаю вас, гуртуйтеся. И мы не отступим. Мы так же, как и говорили месяц тому, мы так же будем собираться, будем ехать туда. И надеюсь, что мы переможем и вместе с вами мы выжимаем эту злочинную владу. Этот порог должен пойти в историю. Сьогодні я мав разговор с одним из работников правоохранных органов. Сьогодні у нас в Закарпатті было заседание областной ради. Они не знали, че мы туда поедемо, че не поедемо. Мы говорили, что мы не будем туда ехать и не будем больше ничего распаливать на Закарпатті. Мы занимаемся строительной организации и подготовкой до того решительного одного дня, когда мы все с вами выйдем в один, два, три дня. Я не знаю, то вы будете тоже нам рассказывать, как мы это сделаем. Но я его вопрос, для чего ты вопрос про это нас? Он говорит, что нужно обеспечить в областной ради громадский порядок. Это за 150 километров от города Тячев, где мы проживем, большинство нас. Висновок, до чего я вам это рассказываю. Когда настанет тот критичный момент, когда мы с вами будем готовы, а я думаю, что это будет, ну, два, три, четыре месяца, не знаю, но оно будет. Мы один раз еще поедемо туда, до Киева. Вот они будут обеспечивать в Киеве громадский порядок. Они думают, что они привезут в тот день из всех районов туда, спецпризначенцев, правоохоронцев. Да нет, не привезут, потому что мы будем выходить. Чему мы вас закликаем? Чему мы показали вам дядька Василя, пенсионера? Потому что мы тогда закличем вас, и это наш план. Он очень простой. Чем простейше, тем легче. В тот день мы будем просить вас выходить у районных адміністраций. Люди, которые не имеют возможности поехать в Киев. У Киеве живут киевляни, они туда выйдут. До них приедемо мы. Нехай это будет по 200, 300, или по 1000 человек из регионов. И этого будет целиком достаточно. Все правоохоронцы будут заниматься справами, с теми проблемами, которые они будут бояться очекать от нас на местах. Но если мы едем сами туда, то вы должны понимать, что они нас або убьют, або закрывают на все життя в тюрьму. Мы этого сделать сами не сможем. Если вы просто хотите посмотреть, как это будет происходить на ваших компьютерах, то мы, приехавши сами в Киев, 1000 или 2, мы ничего не сделаем. В тот момент мы объединяемся с людьми, которые уже доказали, громадские организации, мы уже говорили про рух визволения, которыми мы стояли перед Верховной Радой. В первую очередь есть очень много людей, и теперь долучаются ветераны, СССР, поэтому мы и показали вам людину, которая не боится смерти, которая смотрит ее в очи, которая три года была на войне, и он так же пришел домой, у него четверо детей, увидел, что страны, которую он воювал, на то, что он надеялся, нет. Вы это прекрасно все знаете. И поэтому мы обратимся к ветеранам. Не сидите дома, потому что вы ничего не высадите. Ни земельных дырянок вы не высадите, ни каких пильтов вы не высадите. Вы просто мусять у змагального порядка. Кто-то лучше будет подлезать до влади місцевой, тот и там где что отримает. Если вас это влаштовывает, вы будете так же, как те чернобыльцы, или кто-то, бегать, выпрошивать, вымолвать себе какие-то пильги. Поэтому уже сегодня объединяйтесь, поднимайтесь, звоните своим братьям, однополчанам, я не знаю, я не воювал. Волонтери, мы уникальная страна, мы змусили зупинитися ворога, другую страну в мире, возможно, и первую Россию. А самое главное, почему нам теперь так тяжело жить, потому что эти злодии крадутся в десятки раз больше, чем крав Янукович. Чому? То он крав просто сам и своим шоблом. А они теперь крадут все. И дают красти, и тем самым регионалам, я бачил это в районной раде, когда принималось решение, которое было не принятое. Те самые регионали, которые были тогда при владе, они теперь стали под прапори Порошенко, который сформировал ту партію регионов. И они снова таки крадут. Крадут те, что крали, и те, что теперь были. То теперь, мы до вас и вернемся, не просто смести. Я думаю, что мы их сметемо. А главное, чтобы вы все объединялись уже из сегодняшнего дня и добиться, чтобы потом не пришли такие самые паскуды. Поэтому есть группа. Вона не будет решать, эта группа, много чего там, решать, принимать какого-то из этого. Но в этой группе мы, снова таки, будем показывать те видео, которые были, и вас про это просим, потому что много людей, ну, не знают, кто мы таки. Я начинал сегодня с того сайта, и я не хочу, и не буду ни жодно разу виправдовываться, потому что если вы реагируете на один закид, а не реагируете на другой, то мы будем говорить, что, о, тогда была не правда, а теперь правда. Одне, что хочу сказать, говорят, что нашими руками Порошенко зачистил Майдан. Та фиг, это правда, что он нашими руками зачистил Майдан. Майдана, как такого, уже майже не было. И им не нужно было зачистить, так жорстоко побивши этих людей, которые там были, там были и мирные громадяни, и волонтеры. Того Майдана зачистить было, не нужно было ни подстав, ни чего. Он уже почти разходился. Когда мы ехали туда, мы понимали, что может таки происходить. Они же не суть дураки, они по-любому используют любую ситуацию. Но что сделали мы? После того, как они зачистили Майдан, все вы, весь мир, увидели, насколько цинічно, насколько бандитская ця влада, которая пришла на крови, и что они сделали с ветеранами, которые захистили Украину в 2014-2015 году. Это увидели весь мир, и увидели вы. И вот этого достаточно для ГААГи, або даже для... Я думаю, что много кто из войсков, не стремившись, будет с ними проводить такий свой суд. Добре, закинчиваем. Еще хочу сказать. Люди лишают страну, выезжают на заработки в чужие страны. За ради чего? Я вообще не понимаю этого. Не понимаю, чтобы один раз просто выйти в Киев и изменить всю страну, и сидеть рядом с своих детей, и строить свою страну, свою страну, такую, яка достойна для наших детей. Дякую. Добре. Тем, кто не верит, кто каже, что мы не умеем, кто каже, что мы дилетанты, або даже, что мы проплачены, хлопцы, берите, девчата, сделайте самим, как умеете, ни перед кем виправдовываться не будем. А тем, кто верит, берите это до работы. Все, с Богом счастливо, потом увидимся. Доброй ночи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова